Эй, я тебе говорю, то уж у тебя там 5 дизлайков, нет моей вины, нету, я ни при чём тут, ни при чём, я по-сотому говорю, блин, тебе. А, ты меня заставишь перед тобой извиняться на коленях? Фак ю! Нет, мы не начинали ещё с тобой даже. По твоей милости я могу быть в полном дерьме... Эй, алё, алё! Короче, здравствуйте, дорогие друзья, с вами канал Максимадзе, и, да, никакого разговора этого, конечно, не было, это был прикол, но было зато вот это вот письмо. Шредгейм Чаннел. Он решил повешать на меня всех собак, блин. Обменил меня даже в том, что я и в жизни, блин, не делал. Последний раз мы с ним разговаривали недели три назад, но ему, видимо, оказалось мало, и где-то в пятницу, что ли, он решил написать ещё больше. Давайте почитаем, что он написал. Я про него уже много раз рассказывал, ну и чё? Ну, комментики, да, я за собой удалял, потому что зачем? А, ты всё это записывал, а? План затеял, что ли, а? Ой, обосрался, значит, да? Посмотрим ещё кто. Не, не, наглая подлость это у тебя, мой друг. Я тебе вежливо говорил, а ты? Накрученные дизлайки? Я ничего такого, я не делал никаких накрученных дизлайков. Я одну дизу поставил, и всё. На видео. А те ещё, а те остальные четыре, это не мои уже, я ничего такого не делал. Серьёзно, прям, я не вру, ничего такого не было. Комментики под видом зрителя. Ну да, я с другого аккаунта, который называется не Максимадзе, вы даже могли сейчас увидеть, как он называется. Я решил, так сказать, проверить, что будет, если ему напомнить про когда-то соседа. Да, я там не вежливо уже написал, потому что я до этого писал вежливо, он вообще никак на это не отвечал. Да-да-да-да-да, конечно. Пиар. Сначала подрасти умом, быть честным хотя бы самим собой, потом тягайся с серьёзным противником вроде меня. О, какой ты самовлюблённый, блин. Пошёл делать конвейер как до соседа. Фак ю, это у тебя конвейер словарный. По описанным фактам ещё в письме. Господи, я твоё письмо не читал, потому что ты там до хрена страниц понаписал, где ты там доказывал, отвечал, типа, на вопрос, который я вообще не задавал, что я лучше тебя, что я лучше тебя, и ты опять доказываешь, что я не прав. Я никогда этого не говорил. Никогда я не говорил, что я лучше него. Никогда я такого не говорил. Зачем он мне это опять сюда оказывает? Да, да, да. Угрожать страйками? А это... Если на канале там перед публикой покажешь вот это всё, конечно, страйки да ну. Чё, как же? Указывать, что делать, а что не делать? А я тебе не указывал сначала, я тебе вежливо говорил. А, публично извиниться? Процесс в разы ускорил. Да пошёл ты! Не буду я перед тобой извиняться. И за что вообще? Не расслабляйся. Правда будет на поверхности. То есть он имеет в виду, что на его стороне. Не предвиденных. А. Ну и в конце ещё чё написано. Я ещё тогда заметил, что ты пошёл в комментах подговаривать моих зрителей против меня. Чё за бред ты несёшь? Диамология ожидаемая от шеда. Я такого вообще не делал. Вот на своём канале говорить про тебя, что ты такой, да, но у тебя в комментах твоих зрителей нет. Я такого не делал вообще никогда. Первый пошёл хамить ни за что притворяясь невинным ребёнком. А, ну потому что да, ты ни за что начал хамить. Вот и всё. Короче, ребята, думайте, прежде чем на него подписываться. Один подписчик, Рустам Вилю Лайвс, тоже раньше его смотрел, может и сейчас смотрит, но до этого он считал, что он там нормальный и всё такое. А когда я ему доказательства вот эти же показал, он понял, что да, он мне ещё рассказывал, что этот подписчик, что он тоже ему писал и ему тоже он нахамил. Не знаю, насколько это правда или нет, но в общем. Да ещё на стриме я в этом рассказывал, что говорили там в чате, тоже писали, что он фанатов там оскорбляет, если ему напомнить. Короче, ладно. Сегодня у нас модно, когда соседа извиняюсь, что так немного затянул, но, блин, такой сложный день, блин. стукач, блин. Теперь угрожает ротор разинуть свой про меня и обвинить меня в том, что я даже никогда в жизни не делал. Короче, этот мод называется когда соседа с реальным. Когда соседа с реальным, я даже не понял, что с реальным. Мне кинули версию без читов и с читами. Читы, видимо, на скорость, я не понял, что это. Не знаю, пригодятся они нам или нет, но менюшка, как видите, не отличается, вот кроме логотипа. Давайте посмотрим, что тут с уровнями у нас. Короче, хамло, хамло просто. Самые преданные подписчики, если он если он рот свой разинит, то, конечно, самые преданные поверят ему и начнут мне потом. Вот, по его милости я могу оказаться в полной жопе, блин. Так, ну, что мы сейчас видим? Вот тут во-первых, Play Game, который мне, мне как раз-таки ВКонтакте прислал этот мод. Это ID в ВК, тут даже его написано непонятно зачем. Play Game. Тут Nintendo 64 логотип и джойстик изображен. Вот в реальном это имеется в виду, что типа реальная жизнь. Что ж, стены, окно, кирпичи вот такие вот такие вот. Блин, я же сказал, чтобы он пошел вниз. Что такое? Кстати, по новостям, вот, что еще? Ладно, давайте этого умника, блин, забудем. Поговорим про Эндрю Сэма. Мне, мне тут нашептали, что он заканчивает рубрику по модам на КДСССЕДА. Похоже, что других претендентов на такой, на съемки модов на КДСССЕДА, кроме меня, получается, не осталось. Ну, что ж, поскольку Эндрю Сэм моды больше не снимает, очень жаль, конечно, я к вам прихожу на помощь. Если у вас есть модный когда седы конечно же присылайте я там в личку пишите в обсуждении кидайте я всегда ваши моды приму и буду и продолжаю их снимать пока бросать эту рубрику нефть не собираюсь в общем что я вижу уровне отличается вот тем что изменения внешне да как это странно выглядит совсем ой чё я делаю не так еще был у нас стрим про которым на котором мы прошли этого обсуждали там говорят что ну типа ну типа он устал что там ему пишут такие такие же что достают не и он красиво выглядит я такой хотел что вот задолбались и он устал уже и нервы свои не держит но блин надо же сначала присмотреться я ведь я ему вежливо сначала писал он хамит зачем доказательства на том стриме я вам показывал как как он это делал сейчас у меня этот скриншотов нет поэтому не могу показать но он я показывал на стриме так это сезон и начинается у нас а тут тут у на курсор походу на ощупь так сказать придется ориентироваться а там ничего не будет на этом уровне туалетной бумаги был один случай вот когда я снимал мод один кстати очень классный мод хоть и мало уровней совсем три по-моему если ошибаюсь уровне как там хейтили автора который мне прислал этот мод что он потому что он сказал что ютубер зале он называется канал у него вот теперь я видимо также сделал со шредом но я тут хотя бы доказательство вам вам показывать надеюсь что вы поверите я все таки не первый человек которому шред хамит к сожалению но вот на меня конкретно он решил повешать всех собак сам понять не имею почему буква б кстати вот будет выделяется и вот эти тоже буквы ну вообще вот если по-честному говорить то я как это шреда там все по-нормальному вид видосы видосы очень даже неплохие монтировать он умеет монтажа иногда бывает перебор ну и фиг с ним я его смотрел когда он буди возвращается проходил когда он хардкор там демо показывал я на него был подписан хотя он так не считает потому что вешает на меня всех собак ну и понятное дело думает что я с самого рождения хотел захейтить его и все такое где микроволновка вот она ну тут уже с полом как-то коряло сделано где бумага где аптечка 4 не вижу вот она блин это неудобно что пол находится не совсем там куда мы куда мы жмем полики выпускает редко достаточно серию пока до седа например раз в три года выпускает в последнее время воде возвращается тоже проходил долго но не так долго там может раз в месяц серию выпускал или где-то около того блин надо было телевизор а не пилить кресло напутал некоторые вещи трех Поехали! Поехали! Я, конечно, понимаю, что у Шреда там всякие дела есть, учебу, все такое, из-за которой он не может ролики часто делать, но чтобы раз в три года выходило каждой серии, это я первый раз вообще такое вижу. Я просто напоминаю, чтобы он не забыл, а он на это отреагирует, вы уже сами поняли как. Так, давайте пройдем еще один уровень, чтобы открыть второй сезон, посмотреть, что там еще есть, если там вообще изменения или нет. Интересно, зачем мне эти четыре вообще нужны? Версия с читами, зачем? А, вот и птичка. Так, где я? Вот она. Фигня. Да, это жёстко. так где вот она фигня вот тут с полом уже хотя бы по-нормальному сделаны а я тут уж не ясно 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 портретик лака за что ли написано непонятно что samsung как же я люблю старенькие кнопочные телефоны от этой компании который тысячах выпускались за 100 c200 c110 там всякие моего деда c200 был у меня c100 был еще d100 убрал я пользовался c110 тоже пользовался придется дождать пока он тут готовить будет свое пиццу кажется видно тут на пиццу вроде похоже а я пиццу люблю а 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 когда на второй сезон меняются сутки просто как новый дом получается поедете как выглядит сумка на спортивную сумку не похоже на просто на женскую сумочку хоть похоже ну да я так и думал так ну давайте второй сезон посмотрим тут изменился только полы стены вот эти это заготовка к оригиналу здесь даже можно нарисовать что то ну и тут я так тоже понимаю ничего такого нет маленькая хрюшка короче посмотрим и закончим на этом такой короткий немножко выпуск был просто дело в том что у меня больше нету модов пока на обзор есть один мод который является каким то там обновлением другом но я хочу в другом выпуске это снять потому что сразу после потому что я его снимал в предыдущем выпуске сразу же следующий снимок как-нибудь в следующий раз снимем со вторым модом когда появится тот так ну тут да ничего не поменялось кроме пакостей ну да я так и думаю хотел бы я на подвал посмотреть но извините уже если хотите как-нибудь другой раз еще я наверно покажу вам в следующий раз еще версию с читами посмотрим чем она отличается ну что ж на сегодня закончим такой вот короткий выпуск был немного как бы нам оценить этот мод я ему поставлю плюс минус за то что автор хотя бы пытался хотя бы пытался сделать свой дом плюс минус поставлю ну что ж на сегодня все больше модов пока на обзор у меня нет как я уже сказал вы смотрите вы смотрели моды вы тоже там делаете моды хотите показать их хотите увидеть это воочию присылайте мне свои моды или смотрите на те кто уже прислал на канале максимадзе конечно же с вас лайкос подписываться с меня эпичные видосы также подписывайтесь на стримовский канал вступайте в группу вконтакте ну и всем пока